Мультиканальность Мультиканальность это когда у вашей компании может быть много каналов коммуникации с клиентами, но продажи все равно ведутся всегда в одном канале. Омниканальная CRM это как раз таки когда ваша компания задействует много каналов и продажи могут выполняться в любом из этих каналов. То есть клиент покупает у вас товар там, где ему удобно. Бизнес в мире омниканальности. Мы говорили уже о том, что рынок развивается очень быстро, каналы появляются все новые и новые. Какие каналы могут как бы существовать в этом рынке и они эти каналы делают вызов этому рынку. То есть каналы продаж появляются на рынке, менеджеры отвлекаются на эти каналы. Множество каналов продаж отвлекают клиентов, отвлекают ваши клиенты, отвлекают ваших менеджеров, они начинают делать ошибки. Соответственно делая эти ошибки вы уменьшаете клиентоориентированность вашей компании перед вашими клиентами и ваш бизнес становится для них не очень комфортным. Давайте рассмотрим стандартную интернет продажу, которая существует сейчас в текущих каналах. Возьмем стандартный наш ВКонтакт, который мы все знаем, все видели, все любим. Как происходит там продажа? Ваша компания постит какой-то пост с каким-то товаром, с какой-то услугой, которую предоставляет ваша компания, размещает ее в интернете, во ВКонтакте. Клиенты пишут комментарии, спрашивают, задают вопросы в чате ВКонтакте и взаимодействуют с вашими менеджерами. Хорошо, если такое взаимодействие происходит одно в режиме, как бы в один момент времени. А если таких клиентов будет 2 и 3? ВКонтакт не распределяет очень сильно никакие данные, нельзя записать, что вы обещали вашему клиенту, нельзя нигде отразить какие-то движения по вашему клиенту. Уровни сделки или уровни взаимодействия могут быть разные. Одному клиенту вы обещали коммерческое предложение, следующий клиент уже на этапе сделки и так далее. Сложно отслеживать. Клиент согласился на сделку, клиент согласился купить ваш товар или взять вашу услугу. Что происходит дальше? Ему необходимо выставить счет. Начинается обмен карточными данными. Вы объясняете клиенту, как ему заплатить за ваш товар. Что ему требуется взять эту карточку, пойти в свой личный кабинет, в своего банка, оплатить на эту карточку какие-то данные. Вы не можете видеть, оплатил он, не оплатил. Вам нужно как-то идентифицировать клиента. Хорошо, если товары отличаются по суммам. А если вы продаете один товар, у которого цена, например, 5000 рублей, какой из клиентов оплатил? Вы не видите эти данные. Взаимодействие становится очень сложным. Соответственно, бизнесу работать в таком режиме неудобно. Ну и вообще, конечно, каналы – это не только социальные сети. На самом деле, сегодня существует множество каналов. Это и мессенджеры. Это и, конечно, уже всем привычный и старый канал e-mail. Это, конечно, звонки, то есть телефония. Это офлайн-магазины, это интернет-магазины и самые различные другие каналы. Конечно, задача бизнеса на сегодня – это объединить эти каналы в какой-то одной единой системе. Бизнес старается найти какую-то систему, в которой он все это объединит, даст возможность эта система эти каналы ввести отдельно, контролировать эти каналы, понимать, на каком этапе находится конкретный канал, ваше взаимодействие с вашим клиентом, выставили ли вы ему счет, или вам обещали коммерческое предложение, или уже сделка идет к финалу, и вы ждете, когда поступят деньги, которые вы по выставленному счету этому клиенту. И так сложилось, что сегодня компании все чаще говорят о том, что объединить все это, конечно же, нужно в CRM. Ну, почему в CRM? Потому что это уже известная, знакомая всем система, которая умеет работать с клиентами. То есть она формирует базу клиентов, она имеет целый ряд инструментов, которые позволяют управлять коммуникациями с клиентами, позволяют управлять документами. То есть CRM – это практически готовая система, в которой можно объединить эти все каналы. Именно поэтому сегодня мы объединяем их именно там. И по этому поводу у нас есть ролик. Битрикс24 объединяет в CRM всех клиентов вашей компании, с которыми вы взаимодействуете по телефону, электронной почте, в Фейсбуке, ВКонтакте, Скайпе, Телеграме, Вайбере и других мессенджерах. Через CRM-формы, интернет-магазин или через 1С в обычном магазине. Все клиенты автоматически распределяются между сотрудниками по правилам очереди. Битрикс24 незаметно собирает информацию из всех каналов, в режиме реального времени передает все данные в CRM, создает объединенный профиль клиента и формирует индекс финансовой дисциплины. Вы получаете полную статистику по обращениям клиентов, скорости и качеству ответов. Омниканальная CRM-битрикс24 объединяет все каналы коммуникаций, строит единый профиль клиента, позволяет контролировать нагрузку и качество обслуживания. CRM незаметно становится частью вашей компании. Бизнес работает в Битрикс24. Бесплатно. Неограниченно. Онлайн. Такой замечательный ролик, который демонстрирует нам о том, что умеет омниканальная CRM, как она собирает все каналы в одну базу, в одну клиентскую вашу базу, где вы можете с ними работать, формирует профиль вашего клиента и позволяет как менеджеру удобно работать со всеми каналами в одном месте, так и руководителю контролировать все потоки коммуникаций с клиентами. И сегодня мы хотели бы показать вам, как все это работает не просто на картинках, а в режиме реального времени, продемонстрировать, как работают наши каналы в CRM, куда они заносятся, как все это выглядит. Так, переключают нас на наш компьютер. Ну, собственно, начинается все, конечно, с самой CRM. Давайте мы перейдем в CRM. Очистим ее. То есть изначально, когда ваш клиент начинает работать с CRM, он видит вот такую пустую CRM, где у него еще нет клиентов, нет никаких каналов, то есть никто еще не обращался. И продемонстрируем несколько самых популярных сценариев, через которые сегодня клиент обращается к вам в компанию. У вас есть интернет-магазин, на котором вы производите продажи, и он объединен в CRM в виде канала коммуникации, это чат на сайте. То есть вот в данном случае вы видите на картинке, у меня мобильный телефон, у меня стоит чат на сайте, я сейчас попробую обратиться к Кате, чтобы получить через данный канал какую-то информацию или попытаться что-то там приобрести, например. Про онлайн-чат сам, как он работает, как его настроить, в следующем докладе нам будет рассказывать Евгений Шелинков подробнее. Здесь уже, собственно, демонстрируется именно работа, как мы расположили чат на сайте. Сайт у нас адаптивный, соответственно, чат тоже адаптивный, можно прямо с мобильного телефона обратиться в компанию. Мы видим, что я уже получила обращение через открытую линию. Я вижу, что мне написал Юра, могу ответить ему. Все общение здесь происходит практически мгновенно, то есть я пишу, он сразу получает мои сообщения, я получаю его сообщения. И в ходе общения с вашим клиентом, конечно, самое важное менеджеру – это уточнить контактные данные. Так как просто пообщаться в чате, клиент уйдет, чат потеряется и никаких данных не сохранится. Поэтому сейчас Юра набирает нам свои данные, которые я смогу занести в СРМ. Считаем, что у нас шел какой-то диалог с менеджером и с покупателем, который был в магазине. Екатерина мне дала какую-то информацию, и я ожидаю, например, получения этой информации по какому-то из каналам. Она попросила у меня какие-то свои личные данные, я отправляю ей эти данные и смотрим дальше, что будет происходить. Я получила данные в чате. Что я могу здесь делать? Так как это открытая линия, пока я вижу, что это у меня розовый гость номер 3, так как я еще не знаю этого клиента, я могу занести его в СРМ. При сохранении в СРМ у меня автоматически там создается лид. Я могу здесь также завершить диалог, то есть мы пообщались. Могу перейти в этот лид сразу отсюда, внутрь своей СРМ, отредактировать его. Например, скопируем e-mail. Екатерина заносит данные по контакту, который к ней обратился, добавляет мой e-mail, добавляет мои данные по фамилии и имени, заполняет фактически карточку контакта. Все, данные заполнены. Телефончик еще. Будем предполагать, что она отправила мне коммерческое предложение. Показывать не будем, как делается коммерческое предложение, как оно отправляется. Я получил это коммерческое предложение, меня все устраивает, мне нужно сделать какие-то уточнения. Теперь я, предположим, делаю следующий звонок в компанию. Компания уже меня знает. И сейчас мы посмотрим, узнает ли меня компания по моему мобильному телефону, который, в принципе, я давал в другом канале коммуникации. То есть мы покажем как бы объединение двух каналов. Сначала я обратился в чате, дальше переписка моя шла, например, на e-mail, и я решил сделать звонок в эту компанию. У меня открыт телефонный номер, я делаю звонок в эту CRM. Предварительно я конвертирую лид в сделку и контакт, так как мы уже взаимодействовали с Юрой. Здравствуйте, спасибо за ваш звонок. Пожалуйста, наберите добавочный номер сотрудника или дождитесь ответа. Мы видим, как приходит звонок. Я вижу, что он уже от известного мне клиента. Мы пообщались с Екатериной, она завершает звонок, и мы можем... Мы можем сразу же оценить качество работы менеджера, насколько она качественно со мной разговаривала, насколько ли она отразила мои пожелания и так далее. То есть я поставил оценку, система зафиксировала ее. Фактически мы собрали в автоматическом режиме НПС по данному клиенту. Так, собственно, мы посмотрели, как работают два канала. Это чат и телефонный звонок. Дальше мы будем показывать, как работает письмо. Юра будет писать мне письмо со своей почты, которое должно прийти мне в СРМ на мой подключенный ящик. Пока Юра напишет нам письмо, мы посмотрим, как вообще работает почта. В последнем обновлении мы выпустили e-mail tracker, который позволяет вам контролировать все входящие и исходящие письма внутри СРМ, независимо от того, где общается ваш менеджер. То есть он может работать в привычной почтовой программе, даже не заходить в СРМ. СРМ автоматически сама будет забирать все письма и складывать их в профиль клиента. Настроить все очень просто. Каждый менеджер в своем профиле может перейти в настройки интеграции с почтой. Давайте расширим экран, пока Юра нам пишет письмо. Что у нас с интернетом? Давайте еще раз попробуем перейти в настройки интеграции с почтой. Самая большая сложность в живой презентации, что если что-то не так с интернетом… Открылся у нас интерфейс. Здесь, во-первых, если у вас есть домен своей компании, то менеджер сразу сможет зарегистрировать себе в нем ящик либо подключить, если он у него уже существует. Если своего домена нет, то можно создать ящик прямо в домене Bittrex24 либо подключить обычные свои уже привычные рабочие сервисы Яндекс, Гугл и так далее. Здесь появляется новый блок привязки к СРМ. Если вы подключаете свой ящик к СРМ, то трекер начинает работать и начинает автоматически забирать все письма. Вы можете настроить, какие именно письма будут попадать в обработку. Это можно настроить, с каких именно папок в вашем почтовом сервисе забирать входящие письма и какие сходящие. То есть в почте менеджер отвечает, все это складывается в него, в исходящие какие-то письма, в папку определенную. Вы здесь указываете в какую и из этой папки Bittrex24 будет забирать все письма и складывать в профиль этого клиента. Для вас, как для владельца бизнеса, это очень важно. Вы видите и контролируете ваших менеджеров. Вы видите всю переписку, которую они ведут с вашими клиентами. Все письма привязываются к конкретным клиентам. Соответственно, можно в любой момент времени поднять, на каком этапе сделка, посмотреть, как общается ваш менеджер с этим клиентом и принять какие-то меры, если менеджер, например, уводит клиента немножко не в ту сторону и отношения могут разорваться. Это был третий канал, то есть это e-mail, который также является каналом внутри вашей CRM, куда может обратиться клиент. Еще один очень интересный канал, который пользуется популярностью, который мы представили тоже не так давно, но уже получили огромный фидбэк, это CRM-формы. Давайте переключимся обратно в CRM, вернем Юру на экран. Я уже вошел на страничку нашего интернет-магазина. Предположим, это простенькая формочка, на которой мы собираем какую-то обратную связь от клиента. В данном случае я хотел бы оставить какую-то благодарность магазину за то, что он все провел хорошо, и я получил тот товар, который заказывал. Пока Юра заполняет форму, давайте посмотрим вообще, где находятся у нас CRM-формы и как их можно настроить и использовать, как их разместить на сайте, как вот уже он заполняет как раз форму на сайте. Прямо в разделе CRM, есть раздел CRM-формы, где есть уже предустановленные формы, и вы можете, конечно, создать любую свою форму. Форма формируется из готовых полей, с которыми вы уже работаете в сущностях CRM. То есть вы работаете со сделкой, например. Вы уже создали там какие-то свои пользовательские поля, по которым менеджер заполняет сделку. Вы можете их использовать здесь в CRM-форме для того, чтобы при создании, при заполнении, вернее, формы клиентам у вас в CRM автоматически формировалась сделка. Вы можете создавать сложные формы, как раз-таки используя их в каналах ВКонтакта, например. Вы отправляете ссылочку на форму, человек переходит на специальную публичную страницу, вам даже не обязательно иметь свой сайт, это будет отдельная публичная страница, в данном случае я показываю, что я нахожусь на странице своего сайта, но это может быть публичная страница внутри Bittrex 24. Кроме того, что человек, выбирая на форме какие-то товары, какие-то услуги вашей компании, форма его может перенаправить сразу на оплату этого товара и этой услуги. То есть клиент сразу же сделает и платеж. Вам не нужно будет отслеживать, был ли платеж от клиента, оплатил ли он эту сделку. У вас сразу в CRM отразятся платежи клиентов, которые он сделал в рамках этой формочки и этого счета. То есть таким образом, даже не имея интернет-магазин, сайт, можно осуществлять интернет-продажи, просто размещая товары внутри формы, и клиент выбирает товар и здесь же может ее оплатить. Ну, разместить, собственно, форму на сайте очень просто. У нас есть код. Так, это я создаю новую форму. После создания формы вы можете перейти в ее просмотр, и здесь будет доступно несколько вариантов размещения вашей формы на сайте. То есть вы можете просто взять код и разместить его у себя на сайте, чтобы форма отобразилась в полном виде. Либо если вы желаете показать просто кнопочку, по которой будет открываться поп-ап с формой или ссылку, то можно использовать такой код. Давай покажем, как будет выглядеть публичная страница, по которой может перейти человек, чтобы эту форму заполнить, не имея своего собственного сайта. В списке форм у нас есть ссылка, которую можно сразу скопировать, либо менеджер может перейти и посмотреть, как будет выглядеть форма для клиента на публичной странице. С левой стороны мы видим форму, которая встроена в сайт. Эта же форма показана на публичной странице. Форма адаптивная, она будет адаптироваться под ваш телефон, под ваш планшет, то есть изображение будет полностью адаптивным. Клиент может ее заполнить и по окончанию заполнения формы уйти вплоть до наоплату с счетом. Давайте вернемся обратно к нашей СРМ. Юра заполнил форму и что происходит у нас внутри СРМ. Менеджер, ответственный за эту форму, получает уведомление о том, что форма была заполнена и видит результат этой заполненной формы в списке своих дел. Давайте перейдем посмотрим. Да, мы видим, что было заполнение формы, заполнен ее у нас Юра. Можно здесь просмотреть, собственно, какие ответы он дал форме. То есть мы видим название поля, то, что ввел Юра в этом деле и видим, с кем эта форма была связана. Кроме формы вы видите, что все четыре канала коммуникации, которые мы задействовали, также попали в СРМ. Это был звонок, это была открыта линия, это была заполнена форма и пришло письмо, которое я написал через почтовый ящик. Таким образом у нас сработали все четыре канала, которые попали в СРМ в виде новых дел и о каждом канале менеджеру приходило уведомление о том, что тот или иной клиент выполнил какое-то действие и на него необходимо пререагировать. Помимо этого, если мы перейдем теперь в карточку нашего клиента, то мы увидим здесь новую кнопочку, которая называется портрет клиента. Совсем скоро она уже станет доступна всем. Сейчас вот мы показываем на тестовом портале, где, собственно, уже идет тестирование, практически все работает, то есть совсем скоро будем отдавать клиентам. И мы видим портрет, который сформировался по нашему клиенту. Для чего вообще существует, но нужен портрет клиента? Ваши клиенты, обращаясь в вашу компанию и задействуя различные каналы коммуникации, создают вашим менеджерам и вашей компании коммуникационную нагрузку. И на этом портрете мы хотели бы показать, насколько ваш клиент создает нагрузку вашим менеджерам. Требуется ли обработка этого клиента и необходимо ли тратить столько ресурсов, дает ли он такой доход этот клиент и нужно ли с ним общаться в этих каналах, требует ли клиент как бы реакции на него. И мы видим в этой же форме, что звонки, e-mail обращения и так далее отразились в ней. Мы показали, что было определенные касания, показали количество этих касаний и менеджер может, или не менеджер, а владелец компании может зайти и посмотреть, насколько клиент эффективно взаимодействует с вашей компанией, насколько интересно с ним работать. Пока остальные отчеты у нас показывают нули, так как у нас с Юрой еще не было сделок, то есть нет никаких денег по нем, но мы подробнее чуть дальше остановимся на каждом отчете и покажем, что вообще они формируют и какие данные показывают. Нас можно переключить обратно в режим презентации. Собственно, так уже сегодня работает CRM BITREX24, который объединяет в себе все каналы коммуникации с клиентами, все цифровые каналы, которые существуют на текущий момент, объединяет и формирует благодаря этим каналам профиль вашего клиента. Здесь у нас пролистнем несколько слайдов, были подготовлены, если вдруг не получится показать вживую. Итак, любой канал, который приходит, в который обращается ваш клиент, внутри CRM BITREX24, это всегда новое дело. Любое взаимодействие с клиентом, что бы мы ни делали, вы видели это на демонстрации, появляется дело по этому каналу. Вы в любой момент можете посмотреть, по каким каналам поступили взаимодействия с клиентом и посмотреть содержимое этого взаимодействия. Это либо письмо, либо заполненная форма, либо звонок, звонок можно прослушать. Ну и, конечно, еще есть возможность подключить вообще любую свою внешнюю систему. То есть, если вы работаете с какой-то своей системой, либо той, которая сейчас пока не привязана к BITREX24, вы через REST API, обратившись к партнерам, либо если у вас есть свой IT-отдел, можете подключить любой внешний источник к своей CRM, который также будет дополнять ваш профиль и присылать вам в BITREX24 уведомление о том, что было какое-то взаимодействие с клиентом в том или ином канале. Естественно, подключенные каналы будут также генерировать статистику, которую вы сможете увидеть на портрете клиента. Да, контролируйте все каналы бизнеса внутри вашей CRM. Ну, собственно, теперь хотелось бы остановиться подробнее на портрете клиента. Вообще, очень важный вопрос, кто он, ваш клиент. Очень важно понимать, как часто обращается клиент в вашу компанию, как много покупок он делает в вашем интернет-магазине, либо, может быть, в офлайн-магазинах. Для чего это важно вообще? Потому что, когда клиент обращается к вам, например, за какой-то скидкой, просит какие-то там льготные условия, то менеджеру очень сложно сразу сориентироваться и понять, что ответить клиенту. И как раз-таки ответить на такие вопросы помогает портрет клиента, который формируется внутри CRM. Он собирает информацию со всех каналов, объединяет ее и формирует отчеты, наглядные, яркие отчеты, которые сразу помогают ответить на главные вопросы, когда клиент обращается в вашу компанию. Ну, первый такой график – это коммуникационная нагрузка от клиента, которая показывает, как часто клиент обращается в вашу компанию и какую нагрузку он создает. Для чего в жизни можно использовать коммуникационную нагрузку, пока Катя пытается слайдик подобрать? Предположим, у вашей компании есть направление бизнеса, которое можно достаточно легко автоматизировать. Вот расскажу историю моей супруги, которая занимается бизнесом. У нее есть услуга, которую она оказывает. Эту услугу можно заполнить через форму. То есть клиент делает заявку в виде формы, форма попадает в рамках CRM, ее нужно выполнить к той дате, которую хотел клиент к тому времени. Клиент должен в это время прийти и забрать эту услугу. Как происходило раньше? Клиент делал звонок после отправки формы. После того, как он сделал звонок и убедился, что все дошло, все данные поступили, он делал звонок, готова ли эта задача, которую он отправлял в виде формы. Ему подтверждали, что готово, все хорошо, приходите, рассказывали адрес, клиент приходил, перед приходом он делал еще один звонок, что действительно люди есть на месте и отдадут ему ту услугу, которую он заказал через форму. То есть фактически клиент генерировал три касания по телефону, по e-mail, еще какими-то каналами коммуникации, которые создавали нагрузку на данное направление бизнеса. Это неудобно и неэффективно. Система может вам показать и сказать, что ребята, вот в данном случае усредненно эти клиенты с этим типом бизнеса, а градусник показывает именно в разрезе вашего конкретного бизнеса, то есть можно создавать различные направления у нас в CRM. Он говорит, что в среднем 3,5-4 касания делает клиент. Это неприемлемо было для бизнеса данного направления. И было поставлено число, которое необходимо было добиться. Мы поставили такое число 1, чтобы было максимум одно касание. Это касание, например, было через CRM-форму. В дальнейшем все происходило в автоматическом режиме. И мы предпринимали какие-то шаги, чтобы сделать такое, чтобы взаимодействие стало в одно касание. Были подключены CRM-формы, были подключены к CRM-формам смс-уведомления. Когда клиент делал заявочку, CRM-форма говорила, что все хорошо, ваша заявочка поступила, может она не беспокоится, в такое-то время она будет готова. Когда делали услугу, которую заказывал клиент, приходило следующее смс-уведомление, которое писало о том, что услуга готова, вы можете забрать ее в указанном вам и времени. Вот адрес данного места, где вы можете забрать эту услугу. Соответственно, мы уменьшили количество касаний до требованного и приемлемого для бизнеса, не потеряв клиент-ориентированность с клиентами, не потеряв взаимоотношения с клиентами. То есть клиент оставался доволен, но ему не приходилось делать лишние звонки, писать лишние имейлы и обращаться в социальных сетях или в коммуникационных менеджерах. Следующий интересный отчет это индекс финансовой дисциплины, который показывает нам, уже суммовые отчеты по клиенту, то есть когда вы работаете с клиентом, когда у вас были счета, были сделки с клиентами. Когда вы заключаете с клиентом сделку, на самом деле выигранная сделка, это еще не конец. Важно, чтобы клиент оплатил счет. И как раз вот этот отчет позволяет контролировать индекс финансовой дисциплины, то есть насколько вообще клиент оплачивает счета и оплачивает ли он их вовремя. CRM внутри умеет контролировать срок оплаты счета и на основе этого срока она формирует как раз таки вот этот показатель индекс. Данный индекс поможет руководителям компании или старшим менеджерам, которые принимают решения о каких-то скидках для ваших клиентов. Предположим, делает звонок какой-то клиент и говорит, мне необходимо, чтобы ваша компания сделала какую-то дополнительную скидку. Я с вами давно работаю, я с вами держу определенный объем, и я бы хотел получить от вас дополнительную скидку в 5%. Менеджер может зайти в карточку этого клиента, посмотреть, какую создает он коммуникационную нагрузку, сколько он оплатил счетов на какую сумму и как качественно он делает эту оплату. Делаются ли оплаты вовремя, нет ли каких-то задолженностей, просрочки по платежам. Соответственно, он может видеть, что клиент делает все хорошо и уже принять решение, выделять ли какую-то скидку клиенту или не выделять. Еще один показатель – это предпочтительный канал коммуникаций. Так как каналов в CRM очень много, то заходя в профиль конкретного клиента, очень важно понять, через какой канал ему удобнее всего обращаться. Особенно если менеджеру необходимо сделать именно исходящий вызов клиенту, то есть инициировать коммуникацию, он может также перейти в профиль, посмотреть, через какой канал клиент обращается чаще всего. Это значит, что клиенту удобно разговаривать через этот канал и, собственно, написать ему, позвонить, написать в чат или отправить e-mail. Этот отчет позволит ему выбрать удобный способ коммуникации для клиента. Конверсия. Так как мы контролируем сумму ваших сделок, контролируем оплату этих сделок, то мы можем посчитать конверсию, сколько сделок было заключено менеджерами и по какому количеству из этих сделок произведена оплата в полном объеме. Соответственно, вы можете видеть, насколько эффективно работает ваш бизнес. Предположим, зашло 100 сделок, мы получили только 10 сделок к оплате. Все, у нас получается процент конверсии всего единичка. Помимо того, что мы формируем портрет каждого клиента, то есть можно перейти непосредственно в компанию, непосредственно в контакт и посмотреть информацию о них, существует еще сводная статистика по всем клиентам, отдельно по контактам, отдельно по компаниям. В принципе, графики здесь похожи, но они уже показывают информацию по всей базе ваших клиентов. Самое важное на этих графиках, это, наверное, первый график. Он показывает рост вашей клиентской базы. Если этот график постоянно растет вверх, то есть является восходящим, то вы видите, что ваша клиентская база растет, ваша компания расширяется, значит, у вас с бизнесом, наверное, все неплохо. Особенно, если посмотреть на другие показатели, где показывается конверсия и деньги. Предпочтительный канал коммуникации. Опять же, если в профиле клиента мы смотрели, какой канал эффективен для клиента, какой ему удобнее канал, то вот эта сводная статистика показывает о том, какой канал у вас работает лучше всего. Вы могли подключить все каналы, но потом с помощью этого отчета выявить, какие работают, какие работают эффективно, какие работают менее эффективно. Этот отчет как раз позволит ответить на эти вопросы и, возможно, какие-то каналы отключить и на какие-то уделить больше внимания. Дальше идут графики, которые показывают нам детальную статистику по конкретным каналам. Например, открытые линии. Первый график нам показывает общую нагрузку, то есть количество обращений, которые приходят в вашу открытую линию. А этот график показывает удовлетворенность клиента. Вы видели, когда мы делали звонок, в конце мы имели возможность запросить у клиента оценку качества работы менеджера с данным клиентом. И вот эти оценки превращаются вот в такой вот график, который показывает, насколько вас оценил клиент, все ли хорошо в общении с этим клиентом через этот канал связи. Следующий график показывает нам, какие каналы подключены к вашей открытой линии. И опять же, он позволит вам выявить, какие работают лучше всего. На сегодняшний момент существует много каналов, которые мы уже подключаем к открытым линиям. И здесь вот, например, показаны, что есть Telegram, ВКонтакте, Skype, Facebook. Таким образом, вы можете подключить все мессенджеры социальной сети и посмотреть, в какую из социальных сетей больше всего обращаются ваших клиентов. И опять-таки, не просто посмотреть, какая социальная сеть или какой канал коммуникации больше создает нагрузки или вернее является более приоритетным для клиентов, но и посмотреть оценки по данному каналу, убедиться в том, что ваши менеджеры в данном канале реагируют достаточно адекватно и качественно для ваших клиентов. Остальные отчеты по каналам также показывают сначала сводную статистику, то есть общее количество и затем разбиваются на какие-то другие показатели, потоки обращения, например, если это телефония, также уровень удовлетворенности и другие показатели. Омниканальная СРМ Битрикс24. Объединяйте все каналы с клиентами внутри одной СРМ. Формируйте профиль вашего клиента и следите за его деятельностью. Конечно же контролируйте вообще все коммуникации ваших менеджеров с клиентами и все продажи в одной СРМ. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...